Эффективное потребление топливно-энергетических ресурсов должно стать не только экономической необходимостью, но и частью образа жизни белорусов. Сегодня это понимают не только узкие специалисты. Наша страна не располагает достаточными запасами природных видов топлива и энергии. Более 80% потребляемых ресурсов составляет импорт, рассчитываться за который приходятся валютой. Поэтому становиться рачительными хозяевами белорусам сейчас жизненно необходимо. В Витебском государственно-профессионально-техническом колледже машиностроения имени Шмырева и учебные занятия и воспитательные мероприятия нацелены на бережливое отношение к энергоресурсам. На каждом уроке производственного обучения, теоретического обучения наши педагоги учат будущих рабочих, как правильно спроектировать технологический процесс, технологическую операцию, перепроизводство продукции, которую они будут выпускать, с такой целью, чтобы она была и дешево, и минимальные были затраты на ее производство, ну и, конечно, минимальные затраты электрической энергии. На воспитательных мероприятиях особое внимание уделяется экономии в быту. Конечно, каждому нам уже известно, какая стоимость коммунальных услуг. И мы уже все знаем о том, что к 2018 году нам необходимо будет практически оплачивать 100% этих услуг, и не каждая семья сегодня к этому готова. Поэтому в настоящее время очень важно, чтобы эффективное потребление ресурсов стало не только экономической необходимостью для нашего населения и наших учащихся, наших семей, но и непосредственно частью образа жизни нашего белоруса. А все новое, конечно, можно внедрять только через осмысление нашим молодым поколениям тех проблем, которые сегодня стоят перед нами. С 2013 года в учебно-воспитательных учреждениях Республики Беларусь реализуется проект по бережливому использованию энергоресурсов «Разработка интегрированного подхода к расширению программы по энергосбережению». Его сокращенное название «Энергоэффективность в школах». Данный проект финансируется Евросоюзом. А исполняющей организацией является программа развития Организации объединенных наций. В нем участвуют четыре пилотных объекта из Минской, Гродненской и Витебской областей. Для этого в ряде учебных заведений регионов были проведены энергоаудиты, которые выявили наиболее эффективные, инициативные и подготовленные к реализации проекта учреждения. В их число по праву включен Витебский государственный профессионально-технический колледж машиностроения имени Шмырева. Творческой группой нашего колледжа был подготовлен большой пакет документов и заявка на участие в конкурсе в данном проекте. 24 декабря 2014 года этот день стал знаковым для нашего коллектива, так как в Минске на заседании Координационного совета наша заявка была признана победителем среди поданных заявок от Витебской области, и мы стали пилотным объектом по реализации данной проектной инициативы. Она называется так емко повышение энергоэффективности демонстрационного объекта учреждения образования Витебский государственный профессионально-технический колледж машиностроения имени Миная Филипповича Шмырева посредством капитального ремонта с модернизацией учебно-производственного корпуса по адресу улица Лазо-103А в городе Витебске. Проект «Энергоэффективность в школах» многокомпонентный. Модернизация и переоснащение здания самого учреждения – одно из ключевых мероприятий проекта. Нетрадиционные виды отделки стен, оригами, изделия из бисера, акварельные и вышитые картины, муляжи национальных блюд и многие другие работы представлены на выставке технического и художественного творчества, которое открылось в учреждении образования Витебский государственный политехнический профессиональный лицей. Выставка традиционно подводит итоги февральских дней творчества в учебном заведении. В ней участвуют лучшие работы учащихся и педагогов, выполненные в этом году. Наша выставка, конечно же, несколько дней проходит для наших учащихся. Все ребята вместе с своими кураторами, мастерами производственного обучения приглашают родителей, приглашают своих братьев и сестер, приводят и показывают, что они научились делать. Выставка наша будет перемещена в институт развития, где все, наверное, школьники города Витебска и другие учащиеся посмотрят ее на протяжении, когда она будет работать. А лучшие образцы будут отправлены на республиканский смотр и ежегодно в этих республиканских смотрах мы занимаем призовые места. Всегда отмечены дипломом Министерства образования первой степени за наши творческие проекты, которые реализовываются в тематических наших столах. Центральный экспонат выставки этого года – тематический проект, который представляет собой накрытый стол, создан к юбилею фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Ребята и педагоги лицея изготовили специальную мебель, выполнили стильную сервировку, предложили уникальные композиции в технике с вид дизайна. Вдобавок к этому для гостей выставки будущие официанты проводят необычную экскурсию. Через искусство к миру и добру о светлом память остается. Базар «Славянский» славит белорус, и карточка его визитной остается. Творческое видение будущей профессии не возникает из ниоткуда. Его кропотливо и последовательно прививают учащимся мастера производственного обучения, педагоги дополнительного образования. Создавая свои первые шедевры под руководством наставников, юноши и девушки навсегда сохраняют стремление не только качественно выполнить свою работу, но и привнести в нее творческое начало. С ребятами занимаются педагоги дополнительного образования. У нас есть кружки, и в этих кружках ребята, это кружки направления декоративно-прикладного, это изготовление муляжей, хлебопек кружок, и кружок, конечно же, сделай сам. Это строительное отделение, это ребята, которые учатся у нас на строителя, они, конечно же, должны проявлять себя не только, но и через творчество. Они создают столы, макеты, сами разрабатывают и даже какие-то внедряют новые технологии, изобретения, рационализаторские идеи. В Витебском государственном политтехническом профессиональном лицее обучаются 650 юношей и девушек. И более половины учащихся занимаются в кружках технического, декоративно-прикладного творчества или в спортивных секциях. Учреждение образования может предложить молодым людям дополнительное занятие на любой вкус. Я с детства занималась в художественной школе, и мне это действительно нравилось. Потом был небольшой перерыв, когда началось поступление, экзамены, а потом ты понимаешь, что тебе что-то не хватает. И вот здесь получилось много кружков, много интересов, куда можно, в принципе, время свое деть, и тебе будет действительно интересно этим заниматься. Дома удивляются. Это выглядит очень красиво. Такого не видели раньше. В этом году на лицейской выставке свои лучшие работы в разных техниках представили 90 учащихся и 27 преподавателей и педагогов дополнительного образования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова